В эфире телеканала Юрган Крик, криминал комментарий в студии Таисия Шляхтина. Здравствуйте, вот главные темы выпуска. Сантехник с ножом под видом трубопроводчика житель столицы Коми совершил разбойное нападение на престарелую женщину. Убийство за портвейн. 29-летний устилем напал на своего приятеля из-за бутылки спиртного. Добровольная помощь. На патрулирование улиц вместе с полицейскими заступили сыктывкарские дружинники. В Эжвинском районе сыктывкара полицейские задержали мужчину по подозрению в разбойном нападении на престарелую женщину. Злоумышленник проник в ее квартиру под видом сантехника. Как только пенсионерка повернулась гостю спиной, нанес удар ножом, связал жертву и забрал ее сбережения. Впрочем, воспользоваться похищенным он не успел. Репортаж Антона Булаева. Утром 16 июля в полицию поступило сообщение от работников скорой помощи. Медики рассказали, в одной из квартир пятиэтажного дома они обнаружили пожилую женщину с ножевым ранением в спину. Незамедлительно на место преступления выехала оперативно-следственная группа. В квартире царил жуткий беспорядок. Были проведены разысленные мероприятия, то есть опрошены лица. На месте совершения преступления были обнаружены непосредственно след обуви. Очевидцы заметили подозрительного мужчину, который непосредственно выходил из-за данного дома, где было совершено преступление. Свидетели четко описали внешность нападавшего, а также указали марку и номер автомобиля, на котором предположительно скрылся злоумышленник. Стражи порядка ввели по Сыктывкару план квартал. Золотисту Ниву Шевроле под управлением подозреваемого сотрудники ГИБДД остановили на выезде из города. В ходе допроса потерпевшей, последующей, когда она пришла уже в себя через 8 дней нахождения реанимации, выяснилось, что пропало 59 тысяч рублей. Она пояснила, что ей позвонили в дверь, представились сантехникам. Она открыла дверь, проверили ли сантехник. На нее напал мужчина с ножом, затолкнул ее в квартиру, обвязал скотчем, руки, лицо и похитил деньги. Задержанным оказался ранее судимый житель столицы, который не так давно освободился из мест заключения. В ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили спецодежду и обувь, рисунок протектора которой совпал с отпечатками следа на месте преступления. Оказалось, потерпевшая была немного знакома с нападавшим. Мужчина ухаживал за женой ее покойного внука. До нее до этого была совершена квартирная кража, к ней залазили в квартиру, переворачивали, перевернули все вещи, но деньги не нашли. И после этого бабушка рассказала своим родственникам, что у нее есть сумма 50 тысяч рублей и просила их положить в банк, но в банк еще их не успели положить. И скорее всего злоумышленник от родственников узнал, что у нее есть крупная сумма наличными. По факту разбойного нападения в полиции возбудили уголовное дело. До суда мужчину поместили под стражу. Несмотря на многочисленные улики и показания свидетелей, задержанный полностью отрицает свою вину. Уверяет, полицейские взяли не того. После проведения ряда экспертиз, в том числе генетической, это уголовное дело направят в суд. Если вина молодого человека подтвердится, за вооруженный налет с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. 360 рублей за жизнь человека. Такую скромную наживу получил 29-летний Усть-Целем после убийства престарелого соседа в конце мая. Мужчина искал денег на очередную бутылку, не получив желаемого, в ярости совершил разбойное нападение. А получил в результате небо в клеточку. Как оперативники вычислили подозреваемого, расскажет Эдуард Бушуев. Допрос. Третьи сутки после убийства. Подозреваемый, безработный житель райцентра в деталях рассказывает о преступлении. Своего 86-летнего соседа мужчина хорошо знал и частенько занимал на бутылку. В этот раз запой длился уже неделю и выпить ой как хотелось. Поэтому внезапный отказ старика сильно разозлил сельского выпивоху. Пенсионер зашел в дом. Злоумышленник, прихватив у входа деревянный черенок, проследовал за ним. Хозяин сидел за столом и услышал шаги незваного гостя. Тот напал сзади. После удара в затылок пожилой мужчина упал, а молодой сосед стал его добивать. По заключению экспертов, убийца нанес не менее 11 ударов в голову, причинив открытую черепно-мозговую травму. Потом подошел к столу. Положите место, просто положите. Я его открыл, там две купюры. На одной руку открыли? Да, там две купюры. Я их достал. И куда положили? Корман. Здесь лежали рублевые. Тоже рукой покажите. Ну где-то в этом месте. Они разложены были на столе. Я их собрал, тоже положил. 360 рублей налетчик в тот же день потратил на три пачки дешевого портвейна, который разбил с приятелями. Чтобы не оставлять следов, он выкинул окровавленную палку в печору, а свои запачканные вещи спрятал у себя дома и планировал сжечь. Эта одежда, а также похищенные в доме убитого, маленький замок с ключами, вывели уголовный розыск на его след. В ходе осмотра места происшествия по месту жительства этого соседа, в печке были обнаружены вещи, в которых находился сам сосед в момент совершения преступления. Также были обнаружены ключи с бирками, которые были аналогичны тем же ключам и биркам, обнаруженными в доме потерпевшего. Фигуранты, которого уже не раз привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления, до суда арестовали. За убийство, сопряженное с разбоем, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Стражи порядка коми возбудили сразу два уголовных дела по фактам ложных сообщений об актах терроризма. Первый телефонный звонок поступил в Иркутинскую полицию вечером 28 августа. Женщина заявила о якобы заложенном взрывном устройстве возле здания следственного изолятора. Незамедлительно туда были стянуты опергруппы, сотрудники ОМОНа, МЧС, скорая помощь и взрывотехники. Силыки все тщательно осмотрели, но ничего не обнаружили. Сотрудники в Иркутинской полиции оперативно установили личность звонившего. Им оказалась ранее не судимая местная жительница 86-го года рождения. Женщина была доставлена в отдел полиции для разбирательства. В ходе беседы с полицейскими она пояснила, что сообщила о взрывном устройстве в надежде увидеть во время эвакуации своего молодого человека, который содержится в СИЗО. На следующий день, похоже, телефонный звонок был зафиксирован в Эжвинском районе Сыктывкара. Мужчина сообщил, в пятиэтажке по улице Весенней заложена бомба. Прибывшие экстренные службы эвакуировали жителей. Взрывного устройства также не нашли. Оперативники установили личность телефонного террориста, 30-летнего жильца этого же дома. Свой поступок мужчина объяснить не смог. Сослался на плохую память и большое количество выпитого алкоголя. За заведомо ложное заявление задержанным грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, придется возместить затраты силовикам за этот вызов. В минувшую пятницу 10 сотрудников народной дружины Сыктывкара вместе с полицейскими заступили на очередное дежурство. Первые добровольцы по охране общественного порядка в столице Коми появились в 2012 году после принятия специального республиканского закона. С чем они сталкиваются во время патрулирования городских окраин, расскажет Наталья Литкевич. Инструктаж, построение и распределение по патрулям и юноши и девушки с красными повязками на рукаве расходятся по вечернему городу. Сегодня в дружине 23 человека. Три года назад первыми на призыв откликнулись бывшие сотрудники органов внутренних дел. Потом их дети. Например, папа медсестры Анастасия Тимушевой в прошлом тоже охранял общественный порядок. Можно сказать по семейным стопам. Во-вторых, мне хотелось познакомиться со службой сотрудников полиции, узнать, чем они занимаются, увидеть немножко в ином ракурсе свой город. И я теперь убедилась, что их служба действительно опасна и трудна. Сегодня в патрулях в основном молодежь, студенты столичных вузов. По словам командира дружины, именно они охотнее всего выходят на вечернее дежурство в пятницу и субботу. Причем по идейным соображениям, ведь никакой зарплаты или мерсоводств поддержки для дружинников закон не предусмотрел. Лишь страховка до 100 тысяч рублей в случае гибели. Льготы. Льготы добиваешь. Хочу сделать призные, месячные. Но пока... От кого зависит? Агентство стадоотвития коми. То есть не идут на встречу? Пока. Уже закон есть, но второй год. И пока... Командир помогает, чем может. То абонемент в бассейн подкинет, то 100 рублей на проезд. Руководители организации, где трудятся или учатся члены ДНД, поддерживать их, как было принято в советские времена, не спешат. Правда, в Сыктывкарском лесном институте пообещали студентам-дружинникам бесплатной путевки профилакторий. Возможно, и в других столичных вузах вскоре найдут способы поощрения активных ребят. Вечера, пятница и суббота для полицейских Сыктывкара самые напряженные. Вот и в этот раз в преддверии грядущих выходных на улицах города неспокойно. Поэтому помощь народных дружинников приносит немалую пользу. Появление людей в нетрезвом виде в общественных местах, в мелких хулиганствах, драки, всякое бывает, да. Они, может, нам какую-то физическую помощь где-то не оказывают, а являются в большинстве случаев как свидетелями, так как они лица гражданские, свидетелями при спорных каких-то вопросах, понятыми часто бывает. В этот раз, пока мы дежурили вместе с дружинниками, полицейские проверили места возможного пребывания разыскиваемых преступников, осмотрели пару велосипедов на предмет угона, напомнили местным подросткам о необходимости соблюдать общественный порядок. Обычный вечер, обычная работа. И обычные люди, которым не все равно, что творится в городе. Программа «Крик. Криминал. Комментарии» подошла к концу. В студии была Таисия Шляхтина. Все подробности этого и предыдущих выпусков программы на нашем сайте yurgan.rf. Очередной обзор криминальных событий региона смотрите в четверг. До встречи на телеканале «Юрган». «Юрган».